Девятилетнего Ивана недавно укусила бродячая собака. Кровавую повязку на руке мальчика врачи меняют уже второй раз. Ивану предстоит долгая вакцинация – три прививки, чтобы не заболеть смертельной болезнью, бешенством. За последнее время участие случаев укусов с животными, с собаками, значит, кошками. Например, за первую квартал нынешнего года увеличится количество укусов на 20%. Это большинство случаев бродячим, бесхозным собаками. Бывшие друзья, брошенные когда-то заботливыми хозяевами, по закону природы сбиваются в стаи и живут по законам дикой природы, однако рядом с человеком. В стае собака навсегда опасно, потому что они могут быть голодные, у них могут быть какие-то внутри стаи, наверное, проблемы, так скажем, да. Они просто непредсказуемы. Ну и особенно агрессия часто бывает, когда, ну, так называемый период свадеб собачьих. В этот момент животные очень опасны, потому что у них агрессия уже в стае, между собой даже бывает, так проявляется. И может возникнуть случай, мы называем это переадресованной агрессией, когда совершенно, даже люди, к которым они привыкли, человек, который, может быть, их кормит, постоянно с ними общается, они могут, значит, напасть на этого человека. Сергей рассказывает, если на человека напал вожак стаи, за ним кидаются остальные собаки, и исход битвы для человека может быть летальным. Специалисты отмечают, чаще всего нападением бродяг подвергаются дети. Как защититься от такой агрессии? Ведь по закону убивать животных нельзя. Зоозащитники уверяют, животные ни в чем не виноваты, и проблему надо решать цивилизованно, путем стерилизации. Между тем, горожане все чаще сообщают о жестоком уничтожении собак. Значит, это преступление, раз они уже действительно маскируют свои машины, из машины стреляют по собакам, нет никакой гарантии, что они могут попасть в ребенка или в любого другого взрослого человека. Наталья уверена, что животным объявили настоящую войну, но ведь так проблему не решить. Новый проект закона федерального, который сейчас в Госдуме все-таки дорабатывается, и обещали, что его примут в этом году, он предполагает налог на владельцев животных. И этот налог, который действительно можно было бы собирать, покрыл бы все расходы, которые пошли бы как раз найти процедуру отлова, стерилизации, передержки и так далее. Следить за ситуацией должны республиканские городские власти. Между тем, у города нет ни средств, ни полномочий для цивилизованного решения проблемы. В администрации уверяют, что собирают лишь уже мертвых животных, которых вывозят в скотомогильник. Тем временем бездомных собак в Улан-Удэ становится все больше. Мы должны определить полномочия, чтобы непосредственно занимался город этим с денежным сопровождением. На эти деньги, соответственно, город должен определить нашу организацию или какую-либо другую организацию с денежным сопровождением, чтобы этих собак могли отловить, определить питомник. Соответственно, в питомник нужно построить питомники, потому что на сегодняшний день их крайне мало. Ну и, соответственно, их кормить на какие-то деньги. Нужно стерилизовать и так далее. Горожане же настаивают, решать проблему надо. Многие уже боятся ходить по улицам родного города, опасаются за своих детей. Дикое животное, оно озверевшее и голодное, может наброситься на ребенка, как на меня в детстве тоже набросила собака. Стая собак, мы просто прошли, они за нами погнали, нам было очень старо, чтобы ели домой, ели успели забежать. Собака есть собака, она должна кусать, но если не разозлит, не кусает. На Тобольской, 28, там три собаки возле нас приютились, и как я иду домой, они меня каждый раз окружают. И я вот пока дойду до дома, мне страшно, думаю, укусит, не укусит. Но до сих пор администрации запрещено отлавливать собак, водить штрафы и брать налоги с владельцев животных. Эти полномочия есть у республики, но пока ее деньги застряли в каких-то инстанциях и до города не дошли. Спонсорских же средств едва хватает на содержание двух питомников, но это капля в море в сравнении с реальным числом бродячих и опасных бывших друзей человека. Анастасия Лисова, Аркадий Амбуев, Новости дня.